Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас хочу рассказать о выращивании гравилата. Это очень красивый многолетник, цветет он замечательно. Вот такие красивые цветочки у гравилата чилийского. Но должен заметить, что не все при выращивании гравилата шло очень гладко. Сначала я хотел вырастить гравилат леди Ставдин. Он желтого цвета, семена были заказаны через интернет. Выращивал гравилат через рассаду. И вот гравилат был посеян на всякий случай пораньше 25 февраля. Вот такие симпатичные цветы на картинке. Пакетик был вскрыт и обнаружил вот такое количество семян. Выращивать буду в стаканчике по пол-литра. Подписал его перманентным маркером. Дренажных отверстий делать не буду. Использовать буду обычный универсальный рассадный грунт из магазина. Поскольку пикировки никакой не планирую, будет всего один единственный стаканчик. Главное посмотреть, что представляет себя этот интересный цветок. Раньше выращивать гравилат мне не доводилось. И вот заполнил стаканчик грунта. Немного его уплотнил. И посев решил делать загущенные. Семена без всякой подготовки. Без всякой предварительной обработки. Сухие. Поэтому их просто разместил по поверхности. Более или менее равномерно. Затем немного их уплотнил в грунт. И чуть-чуть еще сверху присыпал тем же грунтом. Чтобы они не пересыхали до всходов. Из-за низкой влажности в квартире. После посева из мини-лейки смочил поверхность грунта теплой отстойной водой. Хотел сначала поставить стаканчик в пакет. Но потом после некоторых размышлений решил этого не делать. А также ежедневно просто смачивать поверхность. Мне не трудно. Ну и с нетерпением начал ожидать всходов. Но всходить гравилат к сожалению не торопился. И прошло наверное недели три уже. Как только появились первые ростки. И то ростками назвать это сложно. Вот стоит метка 25 февраля дата посева. Я уж начал забывать про это растение. Думал совсем не зайдет. И появился один единственный росточек. Вот такой росток. Но не похоже чтобы это был сорняк какой-нибудь. Похоже все-таки это наверное и есть гравилат. К сожалению он один единственный. Конечно стаканчик сразу поставил на подоконник к свету. Перестал поливать под корень. Поливаю теперь только по периметру стаканчика. И вот этот единственный росток вроде бы сначала начал расти. Но был очень слабый и больной. И в конце концов примерно через месяц после посева он к сожалению погиб. Но гравилат вырастить мне очень хотелось. И я решил посеять его заново. Купил уже гравилат другого сорта. Это гравилат чилийский садовый лидер. Очень красивый тоже гравилат красного уже цвета. И он был посеян 22 апреля. То есть намного позже. И что я должен заметить. Вот что значит качественные семена. Вот этот гравилат он взошел практически безо всяких проблем. Ну буквально через неделю. Посев был точно такой же. Безо всяких изысков. Но вот видно что ростков оказалось довольно большое количество. Эти росточки появились довольно дружно. Уход был за ними самый простейший. Дело было уже в мае месяце. Выносило их и на улицу. И в конце концов гравилат был высажен в открытый грунт. Вот видно на стаканчике что посев был 22 апреля. А высаживал я гравилат в конце мая. К моменту высадки в стаканчике оказалось два наиболее сильных ростка. И еще какой-то сорняк тут по каким-то причинам появился. Но страшного в этом ничего нет. Перед посадкой стаканчик хорошо полил. И вместе с комочком грунта гравилат был высажен. В предварительно выкопанную ямку, в солнечное место. И начал там расти. После высадки и акклиматизации гравилата уже в открытом грунте никаких хлопот с ним не было. Главное было получить хорошую рассаду. И вот несмотря на то что второй посев гравилата был сделан довольно поздно. 22 апреля. Уже к середине августа гравилат начал свести. Конечно к этому времени растение было еще маленькое. Но появился вот такой симпатичный первый цветочек. Выглядел он очень симпатично. И даже в гордом одиночестве он смотрелся очень впечатляюще. Своим ярко-красным цветом видно издалека. Было очень приятно за ним наблюдать. А гравилат продолжал набирать силу. И уже в сентябре на нем появилось несколько цветочков. Цветки стали уже покрупнее. Они цвели регулярно. Одни цветы подсыхали, зато появлялись новые. Он успешно выдержал небольшие первые осенние заморозки. И цвел практически весь сентябрь. На зиму я гравилат немного укрыл сосновой хвоей. На всякий случай, чтобы он сохранился уж наверняка. Очень он мне понравился. И вот таким образом удалось вырастить и полюбоваться цветками гравилата из семян в первый год посева. Какой можно сделать вывод? В сущности вырастить гравилат через рассаду довольно просто. Но повторюсь, главная проблема в качестве семян. Вот попались семена хорошие гравилата чайлийского. Вырос очень хорошо и уже цветет. А вот семена гравилата леди стардиан оказались, видимо, качеством похуже. И оказался один единственный росток. И то настолько слабый, что практически никак сохранить его не удалось. Так что пожелаю огородникам выращивать гравилат. Этот замечательный многолетник будет радовать вас не один год. Ну а смотрится гравилат очень красиво. Ну а со временем, возможно, заведу себе и гравилат другого цвета. Лишним на участке он никак не будет. Желаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.